Глубоко уважаемые президентом и коллеги! Сегодня мы, студенты Саратовского государства в Медицинском университете имени Василия Ивановича Розумовского, Кольсфорд Яна Александровна, Пайданов Максим Андреевич, Шумков Владислав Сергеевич, Лобанов Михаил Евгеньевич, Кадрашкин Иванов Евгеньевич, Блохин Игорь Сергеевич, под руководством кандидата медицинских наук, доцента, доцента кафедры акушерства гинекологии педиатрического факультета Трушиной Оксаны Владимировны, представим доклад на тему «Кесарево сечение от истории до современных технологий». Для оценки уровня материнской смертности в целом по миру, крупным регионам и странам мира была создана межведомственная группа по оценке материнской смертности, в которую входят Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН, Фонд ООН в области народонаселения, Всемирный банк и отдел народонаселения ООН. В 2015 году эта группа представила результаты 8-й серии расчетов показателей материнской смертности за период 1990-2015 годов. Откуда же возникло название «Кесарево сечение»? От латинского «Кесарево королевский» и «Сецио разрез» по поводу происхождения названий существует три версии. Первая. В линии старшие утверждают, что таким образом был рожден кто-то из предков Цезаря. Маловероятно, что это было именно Юлия, тогда операция применялась только в том случае, если мать умирает. Вторая. По одному из римских императорских законов. Ребенка умирающей матери полагалось спасать кесаревым сечением. И третья от латинского «Cedere rest». История кесарево сечения берет свои истоки со времен существования Римской империи и Месопотамии. Из древности к нам пришла легенда матери Гая Юлия Цезаря Аврелия. Погибший при роду, но ее ребенок, будущий император, остался жив благодаря его излечению с помощью оперативного вмешательства. Позже данный способ получил название кесарево сечения. Впоследствии Гай Юлия Цезарь приказал проводить его всем умершим во время родов женщинам ради спасения младенцев. В мифах Древней Греции также есть упоминание о данной манипуляции. Богиня Каронида изменила своему возлюбленному Аполлону с простым смертным. Будучи не себя от злости, Аполлон убил ее выстрелом из лука и при этом достал из ее живота младенца, который воспитывался кентапом. И позже стал богом медицины Асклепием, известным нам также по имени Экскулап. На слайде изображена картина авторства Энрики Грау «Первое кесарево сечение в Латинской Америке», проведенное в 1844 году в Колумбии. Первым успешным кесаревым, по некоторым сведениям, стало вмешательство, проведенное в 1500 году в Швейцарии, якобы Муфером, собственной жене, которая завершилась успехом. Женщина выжила, хотя некоторые источники говорят о том, что первая подобная операция была проведена в Германии в 1610 году хирургом Траутманом. В 1876 году итальянский врач Эдуардо Поро, работавший над усовершением техники операции, предложил удалять орган после извлечения младенца. Одновременно тот же способ был использован и российским хирургом Георгием Рейном. Этот травматичный метод поднял выживаемых женщин, перенесших кесарево, но лишал их шансов и медитей в дальнейшем. После операционной летальности снизилось до 24,8%. В России история кесарево сечения начинает набрать обороты с момента, когда Иоганн Фридрих Теразимус в эстонском городе Терну в 1756 году успешно выполнил кесарево сечение пациентки. Несмотря на то, что он не выполнял ушивание матки, жизнь матери ребенка была сохранена. Позже в 1769 году в Риге доктор Зоммер провел подобную успешную операцию. Далее события развивались в Санкт-Петербурге, где доктор Рихтер провел кесарево сечение без анестезии. Жизнь ребенка удалось сохранить, но, к сожалению, мать скончалась. Впервые зашивание разреза на матке, предложенное в 1770 году лебосом, было произведено в 1852 году франком поленом серебряной нитью. В России рана на матке впервые была зашита в 1874 году штольцем, причем швы накладывались бессистемно. Важным этапом в развитии данного оперативного вмешательства является диссертация Даниила Самойловича, ставшая первым в стране исследованием по вопросам кесарево сечения. Спустя 4 года после ее создания в 1784 году вышло учебное пособие амботика искусства повивания, в котором есть описание вмешательства, показания к нему и указаны особенности ухода после операции. В 1874 году штольц впервые решил выполнить наложение швов на разрез матки. Однако ушивание было выполнено крайне небрежно. Развился перитонит, и пациентка умерла. А в 1877 году доктор Новицкий впервые использовал в операции по удалению в мертвого плода антисептические средства. Метод зашивания матки был усовершенствован в 1881 году Керрером, и независим от него в 1882 году Заугаром, что являлось переворотом в истории развития операции кесарево сечения. Они рекомендовали трехэтажный шов, два ряда на миометре и один перитонизация. В 1881 году создан труд Шмидта. Клинические экспериментальные исследования о маточном шве. У него обязан опыт использования преимущества шелковых нитей и кетгута. В 20 веке самое заметное исследование по кесаревам принадлежит Григорию Аркадьевичу Бакшту. Это пособие, абдоминальное родоразрешение в современном акушерстве, выпущенное в 1934 году. С конца 30-х годов новую методику операции с поперечным разрезом разработали и улучшили Занченко и Гусаков. В 2000 году мексикантка Энесса Рамирес Перес сделала кесарево сечение сама себе. 40-летняя Энесса Рамирес находилась одна у себя дома, в Риот-Талле, когда у нее начались схватки. Ближайшая акушерка находилась слишком далеко, более чем в 80 километрах от деревни. Муж, Энесса Рамирес, помогавший ей при рождении предыдущих восьмерых детей, находился в соседней деревне. Схватки у женщины усиливались, но роды не происходили. Она поняла, что-то идет неправильно и решилась самостоятельно провести операцию кесарево сечения. Виды кесарево сечения. В зависимости от локализации разрезы на матке различаются следующие виды операции. Интроперентальное кесарево сечение, корпоральное и его разновидности. Кесарево сечение в нижнем сегменте матки, поперечным разрезом. На слайде представлены кесарево сечения в нижнем сегменте матки с временной изоляцией брюшной полости. На слайде представлены экстроперентальное кесарево сечение в модификации морозова. На слайде представлена техника МИС ГАФЛИДА. Нежное кесарево сечение является альтернативой классическому кесарево сечению. В настоящее время наиболее распространенным типом кесаревого сечения является кесаревое сечение нижнего сегмента матки, ловая, утерина, сегмент с юзом секшена. На слайде представлены техники ушивания разреза, наложения однорядного непрерывного шва при кесаревом сечении и ушивания разреза матки при кесаревом сечении. На слайде представлено наложение непрерывного шва на разрез матки при корпоральном кесаревом сечении. Наиболее известными шелдными материалами являются кетгуд, первый из расшашивающихся нитей, и шелк. Со второй половины 10 века разрабатываются и внедряются искусственные и синтетические материалы, обладающие значительно меньшими побочными эффектами и обеспечивающие благоприятные условия для заживления тканей. Так, например, в перитонизации, ушивание брюшины и мышцы передней брюшной стенки, а также кожа с 1968 года применяют полигликолит, а с 1974 года викрил, дексон, формированный кетгуд. Тогда как для профилактики грыш мышцы ушивают рассасывающими материалами длительным сроком биодеградации, с 1980 года ПДС, ПДС-2, с 1991 года полисок, капрогат, а с 1994 года монокрил, ПДС, ПДС-2. На слайде представлены цели усовершенствования техники маточного сошва. Совершенствование техники ушивания стенки матки способствует повышению качества регенерации миометрия, следовательно, улучшению акушерских и перинадотальных исходов. Профилактика послеоперационных осложнений и косметический эффект. Особую роль в исходе операции как для матери, так и для плода играет противопоказание к ней и условия для ее проведения. В настоящее время многие положения пересмотрены, что связано прежде всего с улучшением техники операции, соблюдением условий излечения плода для уменьшения травматизма, улучшением техники операции для профилактики послеоперационных осложнений. Выбор наилучшего желтого материала позволит дать косметический эффект. Заключение. Абдоминальное родоразрешение применяется все чаще в европейских странах, этот показатель за последние 20 лет вырос с 15 до 22%. Данная проблема актуальна, но недостаточно исследована. Ученые продолжают анализ абсолютных и относительных показаний к операции кесарево сечения со стороны плода. Производится поиск путей для усовершенствования методов анестезии с минимальным влиянием на ребенка. Ведется выбор оптимальной хирургической тактики для рассечения и ушивания слоев раны матки. Производится подбор наиболее подходящего шовного материала. Спасибо за внимание!